Субтитры делал DimaTorzok Поэтому у нас 6 фильмов, которые похлеще, чем этот робот Чапи. Первый фильм «Экс Махина» или «Экс Машина» или «Короче, из машины». Хочешь стать моим другом? Конечно. Теперь вопрос в том, как она относится к тебе. О чем этот фильм? Паренек-программист, работающий в большой компьютерной компании, выигрывает лотерею, где главным призом является то, что он может принять участие в тестировании нового робота. И отправляется на такой остров. На этом острове оказывается всего трое. Мужик-создатель, это баба-робот и... наш паренек-главный герой. И создатель этого робота говорит этому пареньку «Ты вот с ней пообщайся, а мне вот интересно посмотреть на твою реакцию. Сможешь ли ты отличить ее от настоящего человека?» Ну, то есть по ней видно, что она не настоящий человек. Но как бы вот просто интересно вот понаблюдать. Якобы. Ну, там же понятно, что там гораздо больше, чем просто понаблюдать. Фильм полон отсылок к библейским персонажам. Он прямо напичкан ими. Первое. Бабу-робота зовут Ава. То есть Хава. То есть Ева в европейской транслитерации. То есть жизнь. Ну, первая женщина на земле, понятно, Ева, но на иврите Хава обозначает жизнь. То есть, как бы она олицетворяет новую жизнь. Главного персонажа, паренька-программиста, зовут Калиб. Калиб — это имя одного из разведчиков, которые были посланы, чтобы проверить, настолько ли хороша земля обетованная, которую обещал всевышний евреям после того, как они ходили 40 лет по пустыне. То есть разведчики пошли посмотреть, а действительно ли все так, как нам сказали. То есть, грубо говоря, ими двигало сомнение. И сомнение — это основная черта характера нашего главного героя. То есть на этом держится вся интрига фильма. А робота этого сделал человек по имени Натан или Натан, то есть создатель всей этой истории. А Натан или Натан — это был пророк библейский, который пришел к Давиду и сказал, «Давид, ты знаешь, за все твои дела тебя покарает Всевышний». То есть за то, что кто-то себя возомнил кем-то, кем он не является, ну вы понимаете, что с ним бывает. Весь фильм построен на общении двух главных персонажей — это человека и робота. Общение, языковое общение, они все время разговаривают. И если первая составляющая часть этого фильма, основная составляющая часть — это сомнение, то вторая часть, то есть ответ на нее, что же и является второй частью, кроется в названии компании Натана, который создал эту бабу, и в которой работает этот паренек, главный герой, и называется эта компания Blue Book. А Blue Book, в свою очередь, это название трактата Витгенштейна. А все вы знаете, что основная мысль Витгенштейна заключалась в следующем. Язык определяет мировоззрение, и мировоззрение определяет язык. То есть язык, на котором люди общаются, это и есть наше восприятие. То есть то, как мы видим мир, так мы строим собственную речь. И так как мы строим собственную речь, так же и мы воспринимаем окружающее. То есть не бытие определяет сознание, а язык, языковая структура. И это является второй основной составляющей частью этого фильма. И эти трое, запертые на этом острове, друг на друга влияют с помощью языка, с помощью общения, и строят мировоззрение друг друга таким образом. И это достаточно интересно. Если вам показалось знакомым лицо робота, то знайте, это Алисия Викандер. А Алисия Викандер — это та п***лочка, которая играет в новом фильме Гай Ричи. Но если коротко выразить мысль этого фильма, то звучит она примерно так. Так, баба, 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 всегда, даже если она ебает робот. Да это что-то непонятно, еще раз. Что у меня с голосом? Я засполерил. И наш второй фильм в рубрике «6 фильмов, которые похлеще, чем робот Чапи» — это «Бегущий по лезвию». Две недели назад из космических колоний сбежали шесть репликантов. Они убили 23 человека и угнали шаттл. О чем этот фильм? В недалеком будущем существуют так называемые репликанты. Это такие андроиды, которые выглядят как люди, думают как люди, ходят как люди и даже п***тся как люди. Но выполняют они довольно тяжелую работу. Они либо п***тся на рудниках на опасных и как бы, ну, дохнут, что мухи, либо они занимаются проституцией и вынуждены давать во все места. Они как бы, ну они же тоже как люди чувствуют себя и им это тоже не очень приятно. Но людям это п***тся, они говорят, ну вы же п***тся вообще искусственные андроиды, п***тся с вами. Но новые модели репликантов, они гораздо п***тся как люди. И людей это харит. И они говорят, короче, чтобы вы не были сильно п***те нас, то есть вы как бы будьте п***тся, но недолго. Поэтому через 4 года они умирают. Если вдруг репликант решил у***ть свое место работы, он все равно умрет, потому что через 4 года у них так запрограммировано, что они дохнут. Ну как бы так вышло. Но парочка репликантов сказала, мы нах***ли ваши правила, мы не будем умирать через 4 года, мы сейчас что-то придумаем. Ну и они сбежали там и начинают пытаться как-то себе искусно продлить жизнь. И вот тут у нас подключается Харрисон Форд, такой красавчик, который играет именно такого блейдраннера, то есть бегущего по лезвию. Главная задача которого является ходить и отстреливать сбежавших репликантов. И вот здесь фильм мог бы быть просто каким-то фильмом про роботов или андроидов, которые ходят и х***ят. Но нет, в этом фильме основная мысль это то, что кто вообще живет, и кто заслуживает жить, и кто вообще решает, кто заслуживает жить. И вообще те, кто рядом с нами, роботы они или люди, и вообще важно ли это. Потому что самое главное в жизни, если ты кого-то любишь, то не важно секретарша твоя, андроид или человек. Если попытаться описать весь этот фильм в одном предложении, то звучало бы оно примерно так. П***, андроид или человек, жизнь все равно дерьмо, и тебе скоро п***. Фильм ух***ил куча лет, и он мог бы показаться старомодным, но учитывая сегодняшнюю моду на ретро-вейв, то музыка в нем фантастическая. И он п*** на антураж. И Харрисон Форд такой молодой. П***, андроид впереди. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и репосты делайте. Ну вы же знаете, вы же так делаете все равно каждый раз. Ну как бы, да, Сэншайн? Да, да, каждый раз. Каждый раз. Макс, скажи ему. Надя, скажи Максу. Нет, это вообще не про какао. И детей соседских. И соседей детских. Субтитры сделал DimaTorzok